всем привет дорогие друзья мы во фионе и отправляемся в аланью вчера у нас было много приключений с аккумулятором в общем наконец-то нашли аккумулятор поменяли все едем обратно в аланью здорово было во фионе здорово было в деревне погода совершенно непредсказуемая утром было солнце сейчас начался дождик я думаю что через час опять будет солнышко в общем друзья едем едем в аланью если вы первый раз на нашем канале обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх комментируйте если у вас есть какие-то вопросы по поводу турции отдыха здесь жизни пишите мне на ватсап мой номер в комментариях в описании ко всем видео есть мой номер ну и конечно же спасибо большое всем нашим подписчикам кто смотрит наши видео кто поддерживает нас и угощает нас чашечкой кофе спасибо вам огромное а если вы считаете что мы делаем что-то интересное и полезное то вы также можете угостить нас чашечкой кофе все вся информация в описании к этому видео ну и конечно же заходите на сайт нашей компании мы занимаемся брендингом маркетингом и дизайном если вам что-то необходимо для вашего бизнеса социальных сетей и так далее будем рады вам помочь и наша группа на фейсбуке где айхан постоянно делает прямые эфиры мы постим много видео и фотографии из алании из турции каждый день подписывайтесь на нее также ну а сейчас друзья всем огромное спасибо кто смотрит едем вместе с вами в нашу любимую солнечную аланию несмотря на то что этот район расположен на можно сказать на окраине афьона здесь очень зелено и стоят вот такие вот маленькие домики четырехэтажные они очень похожи на похоже даже на такие деревенские дома на поселковые дома очень много зелени когда хорошая погода дети гуляют на площадке на зелени катаются на велосипеде обзор этого района и рассказ о районе мы я мы сделали видео и будет чуть позже а сейчас друзья из этой прекрасной зелени из этого прекрасного города едем в другой прекрасный город едем в аланию по дороге спустя час мы заехали в городок под названием сандыклы этот городок знаменит своими термальными источниками и сейчас ищем пекарню чтобы убить хлеб в этом городе проживает более тридцати тысячи жителей и это типичный провинциальный городок в турции сейчас мы едем по центру города и вы видите здесь большое количество маленьких магазинчиков мы ищем пекарню чтобы купить традиционный афьонский хлеб я вам его уже много раз показывала и когда мы ездим в разные города турции то всегда привозим с собой хлеб в испарте например тоже очень вкусный хлеб в прошлый раз из испарте мы привозили хлеб а в афьоне хлеб отличается тем что делают его с добавлением картофеля нашли хлеб но магазинчик закрыт хлеб не купить покажу вам немножко улочки этого города вот видите на делают разные пиде все конечно же сейчас работает на вынос и в этих городах тоже много сетей и магазинов поэтому продуктов полно никаких проблем с продуктами никогда не бывает поскольку четыре дня был запрет выходить на улицу и работают только пекарни и хлеб не найти обычный хлеб есть но нам нужен такой большой большой круглый афьонский хлеб и вот сколько местных жителей не спрашиваем говорят чтоб пекарни не пекли этот хлеб был байрам в общем мы все равно его найдем сказали ехать в центр где женщины на площади около муниципалитета должны продавать друзья мы нашли хлеб вот он самый обычный хлеб который вы можете купить в алане а вот это вот афьонский хлеб на кадарах он сколько стоит этот хлеб стоит 6 лир и весит он ну полтора два килограмма точно мы берем себе и всем своим друзьям везем в аланью точно лодзи на штанал купим 65 штук двум нашим друзьям себе и нашим соседям здесь написаны цены и весит он как раз тысяча семьсот пятьдесят грамм домашний хлеб 1500 грамм стоит 5 лир тысяча семьсот пятьдесят стоит 6 лир пришли местные брать хлеб покажу вам булочки как здесь все выглядит самый обычный город и кстати кто-то меня спрашивал в комментариях если ехать в деревне нужно ли с собой вести продукты из алании нет друзья ничего не нужно вести в аланию все везут отсюда здесь все самое вкусное и свежее именно отсюда везут в аланию и пшеницу и картофель и даже овощи фрукты в общем все 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 и и и и и и и и и Дорогие друзья, что может быть вкуснее настоящего Деревенского хлеба С сыром и с чаем Многие из вас, конечно же, знают, что сейчас Все кафе закрыты И делать пикники запрещено Поэтому мы остановились на обочине дороги Позавтракать, да, уже у нас Два часа дня практически Но мы еще не завтракали И выпить чай Что мы всегда с собой берем в дорогу У нас в дорогу всегда есть набор Это термос И вот такой вот набор С ложками, вилками Вот такими вот кружками И здесь есть еще Вот такие вот Вот такие вот тарелки Такой набор продается в магазине Шок, Бим И стоит он всего 20 лир на шестерых человек То есть 6 тарелочек 6 вилок, 6 ложек 6 ножей И 6 вот таких вот чашек Мы, конечно же, берем с собой термос И все Покупаем в дороге хлеб Можно купить Вот такой вот плавленый сыр Огурцы, помидоры Сарма В общем, в магазине можно купить все, что угодно И вот так вот Кушать в машине По пути следования Либо остановиться на обочине И быстренько перекусить Поэтому советую всем Этот набор Мы всегда так же берем Когда летим куда-то в самолете Для перекуски Кладем Иногда я делаю салат Иногда можно взять курицу Но сейчас Самое-самое вкусное Это вот этот Деревенский Горячий хлеб Я на самом деле хлеб не ем Но вкуснее этого хлеба Ничего нет Поэтому всем приятного аппетита Кто кушает И едем с вами дальше После того, как мы проехали Эспарту Начался очень сильный дождь Сейчас мы заехали на заправку Чтобы заправиться И поедем дальше Видите, какая непредсказуемая погода Буквально час назад было солнце и тепло А сейчас идет просто сумасшедший дождь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Едем сейчас по совершенно новой Недавно открывшейся дороге В сторону Аланьи Мы где-то в районе Анталии сейчас И повернем Вот сейчас уже поворачиваем В сторону Аланьи На этой дороге машин практически нет Потому что дорога совершенно новая И также нет заправок еще Еще даже заправки здесь не открылись Но качество дорог Но качество дорог просто шикарное Едешь и не чувствуешь Что едешь по дороге Как будто летишь плавно До Аланьи нам осталось около 140 километров Но часа через два мы будем уже в Аланьи В Аланьи также развито сельское хозяйство И здесь большое количество теплиц И тех, кто выращивает саженцы Поэтому если вы хотите выращивать что-то у себя в саду На балконе То в Аланьи, в Анталии можно купить саженцы И выращивать помидоры, капусту, перец и так далее И районы, такие районы Анталии Как Куму-Лу-Дже-Финики Являются одними из самых сельскохозяйственных районов Там выращивают баклажаны, помидоры, перец И особенно в Финики большое количество садов Апельсиновых садов Мы туда уже ездили Поэтому в описании к этому видео Смотрите ссылки на то, как мы были на апельсиновой фабрике И в садах, где местные фермеры выращивают перец И, конечно же, в апельсиновых садах Субтитры сделал DimaTorzok Мы с вами приехали, как вы и просили Кто-то из вас просил в прошлом видео Показать пляж Инжекум Так вот, по дороге в Аланию из Афьона Мы приехали на пляж Инжекум И сейчас вам покажу всю ту красоту, которая здесь есть Пляж Инжекум один из самых популярных, можно сказать, пляжей в Алании И один из моих самых любимых пляжей Почему? Потому что здесь потрясающий песок Вот такого вот темного солнечного цвета Здесь обычно не бывает волн И здесь очень-очень плавный вход в море Друзья, посмотрите, какая красота Ой, потрясающе! Очень люблю этот пляж Еще один из моих любимых пляжей Это, конечно же, пляж рядом с крепостной стеной в Алании Ну и, конечно же, это пляж Дамлаташ Сегодня у нас здесь достаточно ветрено и сильные волны В такую погоду, конечно, купаться нельзя Но, кстати, друзья, последние 3-4 дня в Алании была очень странная погода Мы не были в Алании, но были сильнейшие дожди, сильнейшие ветра И было достаточно прохладно Поэтому море вот такое вот сегодня Посмотрите, какая красота! Ну что, дорогие друзья, по традиции оставлю вас наедине с морем Ой, мы не были в Алании 5 дней Ну, неделю практически И очень-очень соскучились Надеюсь, что вам понравились наши видео из деревни Кто не смотрел, обязательно смотрите Ну, в общем, наслаждаемся вместе морем и пляжем Инджику Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая вот у нас здесь красота, друзья Пляж Инджику Просто шикарный Я надеюсь, что вы зарядились вот этой вот красотой, шумом моря Жаль, что через камеру нельзя передать запах Субтитры сделал DimaTorzok От такой красоты Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео Мы вернулись в Аланию И теперь будет много видео из Алании В начале июня В начале июня мы поедем в Анталии Покажем вам, как там обстоят дела на пляжах Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал Потому что более 70% тех, кто смотрит на наш канал На него не подписан А всего 30% Поэтому обязательно подписывайтесь И давайте сделаем все вместе так, чтобы у нас было 100 тысяч подписчиков Если вам нравится наш контент И вы считаете, что мы делаем что-то полезное Можете угостить нас чашечкой кофе В знак благодарности Как это сделать, тоже есть в описании к этому видео Ну, а всем нашим дорогим подписчикам И тем, кто нас поддерживает Огромное спасибо от меня и от Айхана Мы надеемся, что эти видео были интересны И следующие будут еще интереснее Всем большое спасибо Добро пожаловать в Аланию, в Турцию Всем всего хорошего Будьте здоровы Всем пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok